Очень сильно начал доставать Аскар до Кучера, потому что на песне я сошла с ума, которую они в итоге не спели. У них произошла заминка, насколько я понял. И премия достаточно, на самом деле, я бы хотел сказать, получилось скучное. Всем привет, ребята, я рад видеть вас на моем канале. Скорее подписывайтесь, если вы еще не подписаны, и вступайте в нашу большую и дружную семью. Сегодня я снимаю обзор уже на премию Муз ТВ 2005 года. Прошлые обзоры обязательно смотрите по подсказке наверху или же по ссылочке в описании. На обзор премии 2003 и 2004 года у меня сняты и имеют достаточную популярность. Сегодня говорим о премии Муз ТВ 2005 года, которая прошла 3 июня, все в том же спортивном комплексе Олимпийском. Олимпийский, опять же говорю, будет местом, где проводится премия, мне кажется, постоянно. За исключением только некоторых премий, которые проходили либо в каких-то других странах, либо же вот последних двух, которые проходят в мегаспорте. Ведущими премии стали Оскар Пучера, Лера Кудрявцева и Аврора. Это те ведущие, которые вели первую самую премию, премию Муз ТВ 2003 года. Вели они более-менее неплохо, ну а также певец Николай Басков. И вот при чем тут Басков, я вообще не понял, откуда он присосался. Потому что первые трое вели еще премию до этого, первую самую и вели ее более-менее неплохо. А вот беспрерывное самолюбование Баскова очень бесило и хотелось промотать. А не слушайте, это цирк Нарцисса. Вот правда, только Киркорова не хватало, и тогда, мне кажется, всех бы начало и меня тошнить от передоза самолюбования и потока скромности. Ну да ладно, давайте перейдем, как обычно, к номинациям, поговорим о номинациях. Дальше, как обычно, кого-то обосрем, что я люблю делать, но я обычно это делаю как-то более-менее объективно. Ну, бывают субъективные моменты, но опять же, я их всегда проговариваю, что это конкретно мое мнение. И, конечно же, похвалим, потому что похвалить тоже можно за разные номинации, за разные победы, за разные выступления. Ну и, естественно, поговорим о выступлениях самих, разберем их. Как фанера, не фанера, практически, опять же, все под фанеру. И давайте поскорее начнем, но не забудьте перед этим подписаться, пожалуйста, на канал. Опять же, прошу вас, вот красная кнопочка ждет вас. Ну и, конечно же, на Инстаграм, потому что там у меня уже 8 тысяч подписчиков. Это очень круто, спасибо вам большое, что смотрите. Там я выкладываю очень интересную рубрику под названием Stars Fact, она называется, где я рассказываю в коротеньких видео о каких-то интересных моментах касательно премии, знаменитости и, в общем, как обычно. Ну, а сейчас мы разбираем с вами Премиус ТВ 2005. И давайте поскорее начнем и не будем откладывать. Начнем с номинаций. А номинаций достаточно много, опять же. Не хочу у Даши, как и в прошлом видео. В прошлом видео очень длинно получилось. Я его монтировал 8 часов, у меня глаза лопнувшие даже сейчас, потому что я снимаю на следующий день после того, как я закончил монтаж премии Муз ТВ обзора на нее, точнее, 2004 года. Переходите, смотрите, опять же. И именно поэтому я буду говорить немножко кратко и немного, но чтобы вы не уставали, опять же, какие-то интересные моменты я обязательно расскажу. Начнем с номинаций. Первая номинация вечера была лучший Риндактон. И в ней были представлены Серега, Черный Бумер. Эта песня просто задалбовала всех и нравилась многим очень. Черный Бумер, черный Бумер, тут играли, я не... Мое отношение к этой песне какое-то нейтральное, потому что, да, я ее застал, я застал тот момент, когда ее все слушали. Но не могу сказать, что меня она как-то сильно напрягала, но да, она была очень отовсюду и очень многих раздражала даже, я могу сказать. Также там были представлены Ленинград с песней Мобильник, но это, мне кажется, абсолютно мимо. И Триплекс Бригада. Или Триплекс, Триплекс, Триплекс. Ну, в общем, из сериала Бригада. Сериал Бригада тогда был очень популярный. Я помню, многие смотрели его, и, собственно, поэтому и здесь представлена эта музыкальная композиция. Но в любом случае победил Серега с Черным Бумером. Я, в принципе, когда смотрел, это было абсолютно ожидаемо, потому что Серега с своим Черным Бумером тогда звучал отовсюду. Как я уже и говорил ранее. Тогда еще Бьянка была в его команде, я помню, она у него на подпевках пела. И, собственно, да, он, в принципе, заслуженно забрал тарелочку. Но на самом деле забрал тарелочку не он, а его менеджер, насколько я понимаю. Серега не может присутствовать на данной церемонии. Я его пиар-директор обязательно передам ему эту награду. Видимо, я думаю, Сереженька тогда активно зарабатывал на корпоративах и решил просто на премию не приходить. Ну и, в принципе, правильно, что же там сидеть, жуку протирать, когда можно денежки заработать, да еще и награду забрать. Просто послать кого-нибудь, чтобы он взял, и все. Ну, как и Бузова в последнее время на премии практически не ходит. Записывает там какие-то спасибо большое за подгончик. И дальше идет на корпораты рубить попло. Двигаемся к следующей номинации. Лучший танцевальный проект. Группа Hi-Fi, я думаю, вы знаете, DJ Groove и Reflex. Группу Reflex я знаю. На самом деле, мне кажется, это какая-то группа, которая была какая-то немножко нейтральная. Потому что я не помню, чтобы она, как, например, та же самая Viagra, взрывала тогда все площадки. Чтобы она, так же, как та же самая Viagra или Tatu, имела популярность там у китайцев, например. Потому что и Viagra, и Tatu в тот момент разрывали. Но, конечно, Tatu никто не догонит. Нас не догонит. Кстати, Tatu будут выступать дальше. Поэтому советую смотреть мой обзор до конца. Поэтому как-то Reflex, она была, да, однозначно. Но это было что-то такое. Не прям заоблачное. Дальше DJ Groove. Неплохой DJ. Многим он нравился. И Hi-Fi. Я не понимаю, на самом деле, такого вот жанра и такой музыки. Точнее, я могу понять, но мне как-то вообще не нравится их музыка. Митя Фомин в очень смешных костюмах, как обычно. Он вообще, по-моему, очень такой интересный тип. Одевается в очень какие-то странные, порой экстравагантные костюмы. Но, в любом случае, он достаточно неплохо смотрелся. Они будут выступать, естественно. Потому что, мне кажется, кто побеждает, будет выступать обязательно. Так, в принципе, на премиях практически на всех все и простроено. Ну, и, в принципе, победили Hi-Fi за лучший танцевальный проект. Не могу сказать, что мне бы прямо очень хотелось танцевать под их музыку. Вот дискотека Авария, это да, под нее дрыгаться прям в клубешниках. И все дрыгались. Те же самые руки вверх, все под них дрыгались, танцевали и так далее. Hi-Fi, ну, не знаю, возможно. Ну, сюда можно было бы добавить более каких-то классных номинантов, мне кажется. Но, в любом случае, вот так распорядилась судьба и победили Hi-Fi. Ну, или денюжки под столом. Лучший танцевальный проект является... Hi-Fi! Номинация «Лучшее видео» Алсу – Always On My Mind. «Глюкоза. Снег идет» и «Ума Турман. Проститься». «Ума Турман» на самом деле неплохая группа, и мне нравятся несколько их песен, в том числе «Проститься» очень даже неплохая песня. Не знаю, на самом деле Алсу снимали очень качественные клипы в то время, неплохие. И они имели своего зрителя, конечно же. Я не могу сказать сильно, что я был поклонником Алсу, но она являлась таким, знаете, подростковым идолом. Она заняла второе место на Евровидении, и первая, по-моему, кто вошла в такую мощную тройку, потому что до этого это был какой-то позор. Если посмотреть, Алсу вся такая красивая, сексуальная, молоденькая, со своим таким нежным голосочком. И, мне кажется, вполне заслуженно. Не могу сказать ничего такого. Конечно, «Урма Турман» мне очень нравится эта песня. Насчет «Глюкозы» ничего не могу сказать, потому что я уже и в прошлом обзоре говорил, что у нее есть классные анимированные работы. Но, опять же, не все, и некоторые трешовенькие ее песни мне не по душе лично приходится. Следующая номинация – это «Лучший дуэт». Немного не понял, почему спустя достаточно большое количество времени с выпуска тут вообще присутствует притяжение «Больше нет». Но, допустим. Конечно, опять же, без Ани Седоковой не то. Как и в прошлом видео я говорил, что считаю золотой состав эталонным. И никакая Джинабаева и Лобода не сравнятся с Седоковой, с «Сорьки». И тот факт, что с Аней Седоковой они не выходили и не получали ни одну награду, при том, что песни записанные и номинированные были с Аней. И слушали их также, опять же, из Ани Седоковой. Потому что не думаю, что, опять же, все эти песни могли бы вытянуть Вера Брежнева или Надя Горановская. А насчет Веры вообще очень сомневаюсь, что она могла бы их вытянуть. Потому что в том выступлении, которое было именно на этой премии, очень какое-то странное и непонятное, по моему мнению, песня была. И Вера там говорит три строчки, причем речитативно практически. То есть я даже не знаю, как она могла бы пропеть то, что там представлено. Конечно, может быть, сейчас она подтянула вокал, но не знаю. В общем, в любом случае, здесь были представлены также Борис Моисеев, Людмила Гурченко, Петербург, Ленинград и Надежда Кадышева и Антон Зацепин, Широка река. Надежду Кадышеву и Антона Зацепина, я помню, опять же, с фабрики. Они там выступали, и этот номер был достаточно мощным и неплохим. У них, да и песня неплохая. Но, конечно, они не сравнятся с Виагрой и Валерием Меладзе. С притяжением больше нет, которое, опять же, звучало из каждого тюга, как и океаны три реки. У них вот эти два дуэта прям эталонные, прям мощные, прям, я бы сказал, шлягеры. Что касается следующих номинаций, следующая номинация это «Прорыв года». Там представлены Серега, опять же, Ирина Дубцова и Ума Турман. Конечно, правильно абсолютно, что победили Ума Турман, потому что Серега уже получил свою номинацию за рингтон. Во-первых. Во-вторых, его не было на премии. И, в принципе, ему, видимо, это не особо было важно. В-третьих, я не считаю, что прорывом года можно номинировать того человека, который выпустил одну стоящую песню. Потому что больше его песен я не особо помню, если честно, и если они вообще. Если вы слышали его музыку остальную и знаете, пишите в комментариях, я обязательно посмотрю. Но мне кажется, что ничего такого больше стоящего и мощного, как этот хит, он не выпустил. Ира Дубцова, конечно, тоже могла бы претендовать на эту номинацию. Но, опять же, по-моему, в то время она ничего, кроме Аню, своей нетленочки, не выпускала. Дуэт с Гагариной был гораздо позже, насколько я помню. Ну, или не гораздо, но позже. А в тот момент я что-то не особо слышала ее песен. Но, в любом случае, она могла бы тоже побороться за эту награду. Но победили Ума Турман и вполне заслуженно. Потому что несколько их композиций действительно классные, действительно хитами были и есть. До сих пор многие их слушают. И начали их звать потом активно петь песни для сериалов. Например, для папиных дочек, тех же самых, с их этой ужасно задолбавшей под конец меня песней. Потому что каждую серию... А серий там, по-моему, было, я не знаю, порядка 400. И сшли они практически каждый день по СТС. Вот это играло. Мне кажется, под конец уже разрывалась голова просто от этого. Дальше. Лучший альбом. Звери. Верка Сердючка и Ума Турман. Победили Звери. Районы Кварталы. В принципе, тоже логично. Звери тогда рвали и метали. Они на прошлой премии забрали лучшая рок-группа, по-моему. Здесь они забрали номинацию лучший альбом. Слава богу, не победила Верка Сердючка, потому что название, опять же, этой песни «Жениха хотела». Как и в прошлом видео у меня был бомбеж насчет этой песни. Так и сейчас он... Не могу сказать, что у меня бомбеж уже, но я уже как-то привык к трэшу от Верки Сердючки. Но как-то не особо мне симпатизирует этот персонаж. Конечно, она зажигала зал и была для определенного слоя населения. Но не моя музыка, опять же. Но нельзя отрезать того, что она была популярна тогда. Лучшее концертное шоу. Опять забрали Звери за шоу в спорткомплексе «Олимпийский». Также там были представлены «Фабрика звезд 4» итоговый концерт и «Ума Турман» в МХАТ имени Горького. Не знаю, почему, например, номинировали «Фабрику звезд 4» здесь. Потому что, мне кажется, ее было бы логичнее номинировать на прошлой премии. Мустава 2004 года. Здесь могли бы номинировать «Фабрику звезд 5» в принципе. И это было бы логично. Но номинирована «Фабрика 4». «Фабрика 4» вообще, мне кажется, очень популярная фабрика. Уже две премии подряд оттуда выступают певцы. И там достаточно много хитов, опять же. Но победили Звери. И, в принципе, ничего такого не могу сказать. К зверям у меня тоже нейтральные отношения. Знаю их песни. Районы, кварталы тоже гремели. Лучшая песня «Ума Турман простится». «Дима Билан на берегу неба и глюкоза снег идет». Ой, Дима Билан на берегу неба. Господи, я помню эту песню. Что там? На берегу неба Тихо к тебе прикоснется луч Что тут аэра, там солнце На берегу неба Да, эту песню я помню. «Ума Турман простится» тоже, конечно, простится. Чё-то там закрываю Я глаза закрываю Да. И, в принципе, логично, потому что я уже, как раньше говорил, «Ума Турман» должны забрать лучшую песню, потому что это реально очень классная песня. Хитом она была. И мне она нравится и нравилась. «Глюкоза», опять же, пролетает. Ну, не знаю. На прошлой премии она достаточно неплохо подсобрала награду. Дальше лучшая поп-группа «Виагра», «Глюкоза», «Дискотека Авария». «Дискотека Авария», по-моему, забирала на какой-то из премий на третьего или четвертого года эту номинацию. Здесь победила «Виагра». В принципе, логично, но, опять же, мне кажется, на тот момент, уже в 2005 году, «Виагра» стала немножко идти на спад, потому что, опять же, без Ани Седаковой многие фанаты не слушали. Потом пришла Альбин Джанабаева, и я считаю, что это вообще какой-то очень странный персонаж, который абсолютно не вписывается. И это правда. И с этим нельзя спорить, потому что она, правда, не вписывается в группу. В группе должны быть сисястые, более-менее красивые тетеньки, я бы даже сказал, а не девушки. Потому что мне казалось всегда, что Вере Брежневой и Наде Грановской даже тогда около 30 где-то. Потом, опять же, не хочу никого оскорблять, но я просто честно говорю, что мне казалось, что он где-то около 30, но никак не 20, 22. Конечно, радостная Вера Брежнева по случаю ухода Ани Седоковой, видимо, взяла первенство и все время отвечала на всех интервью радостно. Ну, собственно, мне кажется, у нее просто такая натура лидера, натура такой яркой, светящейся девушки. В общем-то, она и затолкнула там речь. Хотелось бы выразить отцову особое внимание. Благодаря за работу. Дальше номинация «Лучший исполнитель». Вот тут я вообще не понял, почему не победил молоденький, смазливый, так любимый девочками Дима Билан, а уже второй год подряд им становится Меладзе. Немного странно, потому что, мне кажется, Меладзе – это такая фигура, которая на тот момент была, как вот Алла Борисовна Пугачева. Сейчас это уже такой состоявшийся, мощный артист, о котором не все, я бы сказал, молодежь, не вся молодежь голосовала бы, мне кажется. Мне кажется, именно за Диму Билана активно тогда бы топили. Так что, представляю, Андрей Данилко, то есть сверхосердючка. В принципе, логично, что он победил тогда. Я бы, конечно, голосовал за Диму Билана, и мне кажется, что если бы, возможно, премия была немножечко открытий и правдивее, то победил бы Билан. Но Валерий Меладзе побеждает снова. В принципе, уже ничего не удивляюсь, ничему на этих всех премиях. Допустим, Валерий Меладзе нравился молодежи. Но мне как-то сомнительно это все. Очень. Валерий Меладзе! И лучшая исполнительница, последняя номинация. Здесь представлена Кристина Арбакайте, Алсу и Земфира. Как-нибудь странно, Земфира что-то тут забыла. Я не знаю, почему ей стала Кристина. Просто Алсу являлась, опять же говорю, достаточно таким мощным проектом в тот момент, кумиром для подростков, с качественной музыкой, саундом, клипами. Вот Земфира как гениальный исполнитель достаточно, который, в принципе, сюда, мне кажется, не подходит. И не подходит к остальным номинанткам. И среди них Кристина выбрана, мне кажется, методом исключения, потому что если бы победила либо Алсу, то, конечно же, все бы разозлились фанаты Земфира. А если бы победила Земфира, все бы фанаты Алсу рвали и метали. А здесь у нас имеется такой неплохой компромисс, который, в принципе, и сработал. И если уж на кого-то кидаться, то на Кристину Арбака это все могут кинуться. Ну и, конечно же, специальные награды были здесь. Их уже было три, в отличие от прошлых. Это за вклад в развитие поп-музыки забрал Олег Газманов. Не знаю, какой вклад в развитие поп-музыки он вложил. Потому что очень странный, на самом деле, тоже певец. И за вклад в развитие рок-музыки Вячеслав Бутусов. На прошлой премии он, кстати, неплохо выступал. Пел он живьем. Можете посмотреть мой обзор прошлый. И золотая звезда Авторадио забрала София Ротару. Мне кажется, София Ротару в тот момент просто ходила и забирала эти награды. При том, что уже, мне кажется, ее популярность шла на спад. На прошлое премии она вообще аж два раза выступала. И на этой, по-моему, она выходила и забрала эту награду. И выступать будет еще и с двумя песнями, насколько я помню. И сейчас, собственно, мы с вами и поговорим о выступлениях. Также, конечно же, я не буду очень много говорить. У меня уже сейчас голос сядет, мне кажется, окончательно. Уже 25 минут я говорю. Собственно, давайте поговорим о выступлениях. Группа B2 открыла церемонию с песней «Революция». Вообще не понял, почему группа, которая позиционирует себя как рок-группа, чем-то роковым она являлась, вышла и тупо спела свою песню под фонограмму. Это была фонограмма. И это было видно, потому что микрофон стоял на стойке. И когда так вот от него отходишь, а звук идет ровно и плавно, это в любом случае невозможно. Это невозможно. Если бы он хотя бы вот так-то держал, то уже... Но когда он стоит на стойке, он что-то играет, двигается, вот туда повернется, сюда повернется, и звук идеально чистый, здесь уже моментально понятно, что это фонограмма. Ничего не могу сказать, по-моему, на прошлой премии они выступали с «Чаев», что ли, и пели они вживую, пели более-менее неплохо, но все-таки, знаете, вот расстроило меня то, что здесь они пели под фонограмму. Да и песня какая-то проходная. Следующая, кто выступала, это была Жанна Фриске с песней «Ла-ла-ла». Я думаю, многие ее слышали, это вот хит, мне кажется, сериальный, и тут, как говорится, выходит «Солнышко». Со своей песней очень хорошо помню эту песню, она была действительно мощным хитом, и мне кажется, что это лучшая песня, в принципе, в карьере Жанны Фриске, ну вот у меня такое мнение. Мне кажется, переплюнуть она ее не особо смогла, у нее были несколько классных еще композиций, но вот это прям такая мощный шлягер, я бы сказал, из каждого утюга звучал, моя мама даже слышала, хотя она попсуню не слушала практически, это я такой вот попсуневый товарищ. И эта песня, собственно, выступала с ней, она неплохо, в очень красивом костюме, такая миленькая. Мне кажется, Жанна Фриске – это такой солнечный персонаж, и очень, конечно, жаль было ее, когда случилась вся эта ситуация, очень жаль до сих пор, очень жаль, что все вот так вот вышло, потому что она достаточно неплохая девочка была, не могу сказать, что у нее был очень сильный вокал, или какая-то прям мощная постановка, но у нее была харизма, это 100% инфа, и 100% это было так, и, конечно же, она цеплялась своей доброй душой, открытостью и работоспособностью, что немаловажно. Далее выступали Hi-Fi с песней «Беда», очень скучная какая-то песня, все почему-то дрыгались под нее, видимо, она была хитом все-таки, раз все дрыгались, но я что-то ее не помню, вообще не особо помню, чтобы Hi-Fi прям рвали все, что можно, но помню прекрасно, что на этой премии все прям дрыгались что-то под них в зале, Митя и Фомин опять в шикарном костюме, в очочках, топчик, как всегда. Далее выступали Надежда Кадышева и Антон Зацепин, которые были еще и номинированы, но не победили в дуэте года. Песня называется «Широка река», помню ее, опять же, с «Фабрики». Неплохо они выглядели вместе, особенно учитывая то, что Антон Зацепин это такой вот молодой, поджаристый, с бешеной энергетикой и такой вот прям простецкий пацанчик, который умел завести зал на фабрике. И Надежда Кадышева, которая такая глыба уже, можно сказать, шоу-бизнеса, такая статная женщина, при этом она была там, слава богу, нормально еще одета. И вот их дуэт очень смешной, очень странно соединился в едино. С одной стороны, это выглядело достаточно странно, когда молодой мальчик такой появился, такой уже достаточно состоявшейся певицей. С другой стороны, это было что-то необычное, что-то интересное. В принципе, выступление неплохое, я еще помню его на фабрике, и неплохо они выступали. Но и мне кажется, здесь у нас идут просто фабриканты за фабрикантами. Дальше у нас выступает Юра Титов, если вы помните такого, с хохитом «Понарошку», который тоже везде звучал тогда, очень популярная песня была. Второй фабрикант уже на сцене, под фанерочку, естественно, выступающий. «Наш красавчик», хотя я считаю, что никто не переплюнет Руслана Масюкова, извините. Это просто one love. Мне нравятся его песни в фабрике, но это уже фабрика 5. Очень странно, кстати, что он не выступал, потому что это было уже после пятой фабрики. Но да ладно. Также все равно Юры Титова все очень сильно любили, все девочки по нему сходили с ума, естественно. В номере Юры была неплохая хореография, конечно, все отрывались под его несомненный хит. Но, опять же, это была фанера. Дальше выступала София Ротару, не будем на это обращать внимания, проходное выступление. Я говорю, опять же, я не буду все обозревать. Дальше выступала Алсу с песней «Always on my mind», которая была номинирована и, собственно, победила за лучшее видео, как я уже и говорил до этого. Песня спокойная, нежная и тоже под фанеру, естественно. Мне кажется, Алсу в живую вообще не поет принципиально. У меня такое ощущение, по крайней мере. И дальше выступал Сергей Лазарев, уже сольный, насколько я понял, с песней «Eye of the storm». Поет Сергей Лазарев очень даже неплохо. Имеет сильный вокал, смазливую внешность, и поэтому его, собственно, все истравливали в тот момент с Димой Биланом. И у Лазарева, конечно же, были фанаты в большом количестве. Очень многим он нравился, и нравится до сих пор, потому что, ну, он трудоспособный мальчик, очень... Господи, какой мальчик, дядечка уже мощный, и у него есть стержень, и, конечно, очень качественные выступления поставлены. Выступал он с какими-то скрипачами сзади. Странно это, на самом деле, выглядело. Ну, у нас вообще любят почему-то какие-то... То Дробыш у нас непонятно что играет на пианино, на фортепиано в песне, когда там его вообще нету. То Лазарев с какими-то скрипачами на заднем фоне, но, допустим. Также на премии выступала Алекса. Алекса. Опять у нас «Фабрика звезд». Господи. «Фабрика звезд» прям везде, в каждом утюге тогда была. У меня такое ощущение, что без нее никуда не обходилось, и чего и активно этих «Фабрикантов» везде пихали. Да, выступала она с песней «Где же ты?». Мне кажется, Алекса вот что-то на нескольких премиях побывала и потом куда-то опять исчезла. Выступала она, конечно же, под фонограмму. Это не обсуждается даже. Был неплохой номер, был такой очень красивый туман рассеян вокруг нее. Она в таком красивом платье. Она, в принципе, достаточно симпатичная девочка была. И вокруг нее танцорши такие в каких-то белых костюмах дрыгались. В принципе, продакшн неплохой у номера был. Дальше выступала Кристина Арбакайте. Мне кажется, она на каждой премии успела пустить корни. «Не сказала так, не, не, я не сказала нет». Опять же, это фанера. Здесь опять все понятно, потому что у нее был вот такой вот микрофончик. Вот здесь. Который не обычный микрофон, который ручной. А вот здесь вот прикреплен. Обычно им пользуются дикторы. Ну и на телеканалах могут его использовать. Но уж точно не для выступления такой микрофон. Потому что, нет, можно даже петь с ним, но будет звук не очень, мне кажется. И когда ты поешь в него, а у тебя идет ровный, идеальный звук. То есть ты опять же дрыгаешься, голову поворачиваешь, он тебя вот так вот елозит. А звук идет статично. Все, это фонограмма стопроцентная. И тут даже, опять же, обсуждать нечего. Дальше выступала банда. Фабрика звезд снова с нами, снова вместе. С песней плачут небеса. Ммм, нет, Леночка опять подъехала. Очень небеса, текан, при дождях. Очень небеса. Что примечательно, банда, слава богу, зачитывала вживую. Тимати читал вживую. Не хочу ничего, никого обижать. Но мне кажется, Тимати не особо классный рэпер. У него не очень четкая дикция. Мне кажется, дикция для рэпера очень сильно важна. Рад Миршишков выступали вместе с ним. И Доминик Джокер, и Настя Кочеткова, конечно же. Но это их такая четверочка знаменитая. Что хочу сказать насчет того, что Тимати еще и не очень хороший вокалист. Ему, естественно, помогал Доминик Джокер в плане вокала. Но, в принципе, песня была хитом. И на фабрике она имела высокие достаточно результаты. И при этом зал очень хорошо подпевал им. То есть они пели и давали микрофон в зал. И зал вместе с ними очень хорошо активно пел. Что является, опять же, большим плюсом. И показывает то, что песня действительно хит. Также выступали далее звери с песней «Напитки покрепче» и «Районы кварталы». Вот песню «Районы кварталы» я помню идеально. Она тоже была таким хитом мощным. И вообще, достаточно неплохая группа была. Такая мощненькая. Пели вживую, слава богу. Микрофон нормальный, уже ручной. Очень мощно на гитарах хорошо играли. И зал, опять же, очень хорошо их принимал. Прям махали им. С флагами кто-то там был. То есть реально неплохое выступление. И звери, в принципе, неплохо себя ведут на сцене. И явно тогда пользовались популярностью. Дальше были проходные выступления Анжелики Варума и Олега Газманова. Олег Газманов с какой-то отвратительной, патриотичной песней. Прям очень раздражал меня, если честно. Какой-то сделан в СССР. Офицеры. Ну, прям, я не знаю. Орал что-то там, что я люблю Россию и все такое. Очень странно это все выглядело, конечно. В каком-то костюме дебильном. Ну, это чисто типичный Олег Газманов. Тут уже те, кто знает его, должны понимать и привыкнуть к этому. Дальше выступала Линда. И я на самом деле очень сильно удивился тому, что она вообще присутствует на этой премии. Мне казалось, что она тогда уже не выступала. И был удивлен, когда увидел ее на премии. Но песня немного странноватая. В принципе, не очень плохое выступление. И выступление сделано неплохо. Пела она песню «Цепи и кольца». Очень странный у нее, конечно, наряд был. И, в принципе, у нее такой экстравагантный, эпатажный вид. Но, конечно, мне кажется, что все-таки я ворона. Не переплюнула она вообще. Это прям легендарная, я бы даже сказал, песня. Конечно, она немножко сворована с Мадонны в плане клипа. Но все-таки песня очень запоминающаяся и действительно хит. Вот это вот достаточно такая спокойная, ничем не примечательная песенка. Но выступление было, опять же говорю, не худшим этого вечера. Дальше выступали мои любимые Viagra с песней «Нет ничего хуже». Эта песня мне дико не нравилась и не нравится до сих пор. При том, что несколько песен Viagra мне реально нравились и заходили. Но вот это какое-то странное произведение. Очень много набора звуков, очень резко меняется и мелодия, и настроение. И мне кажется, просто эта песня какая-то была экспериментом. Но она, вот этот эксперимент, видимо, получился, по их мнению. И решили его выпихнуть в качестве сингла и сняли на него клип. Естественно, выступление было фанерным, потому что, я думаю, у девушки в припеве просто бы не дотянули ту ноту, единственную, которая там высокая есть, если бы пели вживую. Мне кажется, они пыжились и так, чтобы записать эту ноту в студии полчаса или час, мне кажется. Все остальное было абсолютно такое плавненькое. Немножко песня, конечно, истеричная в каких-то моментах. Вера Брежнева там, по-моему, и строчки вообще проговаривает даже, они поют. Я вообще не знаю, она умеет петь или нет. Вот у меня такое ощущение, что вообще человек без голоса. Вот правда. Харизма есть. Доброта от нее действительно исходит. Достаточно приятный внешний вид. Не могу сказать, что очень красивая, как многие заявляют, но ничего такого, прям ужасного в ней не вижу в этом плане. Но вот насчет вокала я бы хотел, на самом деле, поспорить о его вообще присутствии. Ну и далее приветствовала нас Верка Сердючка с песней «Тук-тук-тук» и «Я попала на любовь». Выступала она в очень смешном костюме, в какой-то шубе розовой, огроменной, с цветком на голове и с каким-то странным здесь вот орнаментом в виде, я так понимаю, каких-то ангелочков двух. Очень странный костюмчик. Костюмчик. Она, в принципе, у нас любительница. Он, она, одеваться так вот. Интересно. Конечно же, там играли музыкантики под фонограмочку, наяривали. Она заводила зал. Зал также трясся и активно ей помогал, что, опять же, говорит и свидетельствует о том, что все-таки она имела популярность и ее слушали, действительно. Сзади какие-то абсолютно дебильные танцорши статично вот так вот дрыгались. Не знаю. Номер, как обычно, очень странный, кринжовый, но достаточно смешной, потому что реально у Сердючки получается смешно выступать, вот правда. Далее Вячеслав Бутусов вновь выступал на премии с песней «Девушка по городу» под гитарочку. Такой ламповый номерочек между такими мощными, как Вера Косердючка и следующая дискотека «Авария», где они все зал заводили. Конечно, это как-то было достаточно так спокойненько. Но зал, опять же, принимал. Мне вообще очень нравятся залы, как себя ведут на тех старых премиях. Видно реально, что они прутся. Реально видно, что им нравится то, что происходит. И нет вот этого вот постоянного вот этого вот кого-то заснять, кого-то поснять и вот этих телефонов. Потому что в последнее время все этим грешны, все время на всех концертах сидят в телефонах, снимают. Не знаю зачем, я понимаю, конечно, но полно телевизионных версий выступлений, концертов. Нужно получать удовольствие от того, что происходит на сцене. Но выступал он вживую, насколько я понял, мне кажется. Конечно, подложки были в каких-то местах, но в основном это было живьем. Опять же, уважение к этому мужчине имеется. Ну и дискотека «Авария» с песней «Если хочешь остаться». Выступали они, на самом деле, в урезанном составе. Из-за того, что болел Алексей Серов, их один из солистов, который как раз очень заводил народ, выкрикивал что-то постоянно и прям вот мощно-мощно завозил зал. Выступали неплохо, но мне кажется, все-таки на прошлых годах немножко помощнее был у них такой грув. Но здесь тоже достаточно неплохо они держались. Ну и «Виагра» с «Валерием Меладзе» снова выступают у нас. Здесь уже в составе с Джинабаевой. С песней «Передержения» больше нет. Опять же, без Ани Седоковой эта песня мне лично не звучит. Выступление уже скучное, конечно, после того, что было на прошлой, на прошлой премии. Например, на той же самой премии «Устава 2003», где «Виагра» просто рвались со своей песней «Good morning, Papa». Мощно Ани Седокова все-таки себя вела и была все-таки фронт в ум, я считаю. Здесь уже когда ты третий раз видишь группу «Виагра» на сцене, немножко поднаедают они и те же вот эти вот их плавные движения. На прошлой премии они хотя бы дрыгались еще вокруг этого «Меладзе», вертелись с песней «Океан и три реки», а здесь просто какая-то проханная опять выступление, где они в таких достаточно неплохих костюмчиках просто нежно вот так вот извивались. Ну и далее выступал Валерий Меладзе, остался на сцене, с песней «Salute Vera», тоже популярная песня достаточно. Опять же, пел под фанеру, я вообще никогда не видел Валерия Меладзе по еще вживую. Это тот человек, который постоянно еще и палится под фонограмму, у него, мне кажется, я не знаю, не может выучить он свою фанеру и свою музыку. Но вот вживую я его не видел никогда практически. Далее выступали Ума Турман с песней «Просковья» из «Подмосковья» и с песней «Проститься». Пели они вживую, очень понравилось выступление их, очень классное. Зал, опять же, очень хорошо их принимал, все пели, все махали. Видно, что, опять же, группа пользуется известностью. Стихи неплохие, музыка неплохая, ничего не могу ни к чему придраться. Наверное, оно из самых лучших выступлений, в принципе, на этой премии. Ну и, конечно же, следующая группа не сравнится ни с чем, что было до этого. По популярности уж точно. И вот, честно, в какой-то момент меня очень сильно начал доставать Аскарда Кучера уже, я бы даже сказал, который перед объявлением каждого номинанта либо зачитывал тупые стихи, прям дебильные какие-то, либо что-то пропивал. Поначалу это было, можно сказать, даже смешно и забавно, но когда идет третий час премии, а он продолжает выкрикивать всякую хрень, становится уже не до смеха и реально хочется всыпать даже. Осуществив свою мечту, и вот сегодня к нам в эфир вновь возвращаются ТАТУШКИ! И, как я заметил, не только мне, зрители тоже уже не могли терпеть эту какафонию и чувствовали себя достаточно некомфортно. И вот в заключение вечера на сцену выходят мои любимые ТАТУШКИ! С двумя песнями «Я сошла с ума» и «Обезьянка ноль». Неплохое выступление Юлия Волкова заметно округлилась после беременности, это видно, и с Леной Катильной они теперь пропорционально выглядят, потому что до этого Юля выглядела достаточно дистрофично даже, мне кажется. Но, опять же, здесь произошел очень интересный момент, потому что на песне «Я сошла с ума», которую они в итоге не спели. У них произошла заминка, насколько я понял, многие вообще этого не заметили, оказывается. Но они стояли вот на такой прямоугольной платформе, и внизу на стойках стояли микрофоны, они стояли на этой прямоугольной платформе. Насколько я понимаю, их должна была она опустить вниз, и они бы начали петь. Но что-то случилось с этой платформой, и она, видимо, заела, а поскольку у девочек микрофоны внизу, а музыка уже идет, они были просто в безвыходном положении. Благо, они потом догадались слезть с этой платформы, но вот мне кажется, они очень злые были. И, в принципе, их можно понять, потому что, когда вот такая хрень происходит, это достаточно неприятненько. Но зал, опять же, так визжал и так поддерживал, потому что все тату любили, вот все, даже я, потому что это качественный продукт. И настолько поддерживали их, что, мне кажется, даже многие, опять же, не заметили того, что у них какая-то заминка произошла. В итоге они, стоявшие на платформе, вот так вот делали руками, как дирижеры, людям из зала, и люди пели куплеты и припевы за них. Но в итоге они догадались слезть по этим лесенкам, и в итоге спели песню «Обезьянка ноль». Ей они и завершили этот вечер. «Обезьянка ноль» — неплохая песня, с надрывом, и мне нравится этот надрыв у Юлии Волковой. И, конечно, бы она уже вживую его даже тогда уже не вытянула. «Обезьянка ноль» Пели под фонограмму эту песню, что странно, что первая песня была живьем, судя по всему, раз у них не сработала фонограмма, а шел минус. Или же это было все-таки сделано специально для привлечения просмотров хайпа. Не знаю на полном серьезе, так ли это или нет, но, в принципе, могло быть и так, судя по их эпатажности. «Обезьянка ноль» была фанерная, но, опять же, неплохая и достаточно такая неплохая для завершения этого вечера. И премия достаточно, на самом деле, я бы хотел сказать, получилась скучная. Ничего такого интересного на этой премии не произошло. Ничего мощного, тоже обычные статичные номера, фанерные практически все. Наверное, «Ума Турман», «Тату» и еще парочку выступлений, в том числе Жанна Фриске. Как-то вот меня очень сильно порадовали. «Звери» тоже. В основном, это какая-то какафония была скучная, которая повторялась уже третий год подряд. Но на прошлых премиях были какие-то хотя бы интересные моменты. А здесь что-то все вот так вот плавно шло, кроме заминки у «Тату» на номере. Ничего такого особо я не заметил у «Удающегося». Поэтому вот так вот. Мне кажется, разбор достаточно спокойный, без большого количества болтовни. Хотя я много набазарил. Получился. От себя хочу сказать, что премия была эта достаточно скучная. Но вот следующий год будет гораздо интереснее. Потому что там уже будет выступать рэпер 50 Cent. Американский рэпер. И «Тату» в том числе. Поэтому я думаю, вам будет интересно посмотреть мой следующий обзор. Ну а я с вами прощаюсь. Не забудьте подписаться на соцсети. На мой канал, конечно же. И, пожалуйста, напишите в комментариях, как вам эта премия. Что вам понравилось, что нет. Согласны ли вы с моим мнением. Тоже очень будет интересно прочесть. Ну и, конечно же, не забывайте то, что здесь было достаточно много субъективщины от меня. Ну и объективного мнения тоже было предостаточно. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Увидимся в новых видео.